приветствую технолей с вами виталий дешево и сердито китайский продукт или надежный качественный российский каждый технарь решает для себя сам в данном видео обзор 3d принтера российского производства от компании evil all многое слышал читал в сети смотрел обзоры о нем и вот появилась возможность самому проверить оценить и с вами поделиться мнением о каков он на самом деле ультистил это вторая обновленная версия посмотрим как он сделан и что изменилось в отличие от первой алиса а ты что знаешь о 3d принтерах ультистил нашла в интернете область печати 200 на 200 на 200 на 270 миллиметров печатает всеми распространенными типами пластика от пла до векс теги для поиска антистил антистил алтамейка алти или лол ультистил 3d принтер 3d принтер 3d принтер 3d принтер надежный принтер принтер для печати не подобрал пока музыку для новой заставки вторая версия уже с некоторыми изменениями с учетом пожеланий пользователей и с внедрением некоторых новых разработок компании да вместе с тем продукт подорожал но дешевеет нынче разве что гнилая картошка на базаре а кому дороговато пользуйтесь случаем благодаря этому видео вы получите скидку в 10 процентов как на готовый 3d принтер так и кит набор для сборки своими руками промокод найдете в описании под этим видео действителен в течение недели после выпуска видео с вашего позволения немного поломаю привычный формат точнее последовательность типичных обзоров покажу сразу что получилось выжать из него дабы зрителям не в теме понять а для чего вообще нужен 3d принтер немного кадров результатов печати на данный момент погонял его не так много где-то пару килограмм любимого педжа что же печатать технарю как не технические детали в отличие от китайских принтеров не делал каких-либо настроек калибровок и профили для слайсера предоставлены производителем pet shot u3 print что шел в комплекте неплох что такое печатал и зачем скоро все увидите а чтобы не пропустить можете подписаться на канал и включить уведомления о новых видео немного и арт-моделей что вы видите никчемный расход пластика а я хороший вариант дать просраться новому принтеру чтобы втулки притерлись того требует механика данного принтера и хорошая проверка со сложной задачей с которой ультистил справился неплохо время печати такой модели чуть больше 17 часов модель блин головная боль несмотря на то что она низко полигональная и по описанию печатается без поддержек попробуйте у меня не получилось ссылку на нее оставлю в описании и говорят ваза бесполезной модели в проверке печати однако по качеству стенок можно выявить некоторые проблемы типа ряби на поверхности в облинг которых данном случае нет скорости перемещений пока сильно не завышал по рекомендации производителя кораблики и прочие калибровочные модели оставим в покое хотя пожалуй стоит отметить что с данным 3d принтером не используется алгоритм linear advance но и углы при этом не выпирают все благодаря правильно настроенному эдакому junction deviation эдакий аналог рывкам и это все из коробки достал прикрутил держалку катушек настроил зазор сопло стол и начал печатать принтер производится в москве побывал у ребят в офисе много интересного узнал про производство некоторые интересные технические моменты и планы о чем также далее с вами и поделюсь мне ультик был предоставлен безвозмездно для объективного обзора и конечно для пилинга проектов которыми буду с вами делиться на данном канале что касается распаковки думаю все перечислять подробно нет смысла вы сейчас все видите сами тут все четко отмечу лишь что производитель рекомендует проверять содержимое отправление до подписи документа так как груз страхуются и из-за того что транспортные компании не всегда соблюдают условия перевозки это может избежать проблемных ситуаций типа сюрпризов после вскрытия по счету мне достался 1020 принтер что означает учитывая не так уж продолжительное время существования и вело на рынке продукт действительно популярен собственно как он сделан это все тот же из двух миллиметровой стали изготовлены методом гибкий оригинальный стильный компактный корпус в порошковой краски на метизах высокой прочности тут особо ничего не меняли кроме добавления штампованной надписи ульти стил 2 а значит принтер остается такой же крепкий что всегда важно для любой механики полный вес составляет 19 килограмм как дверцы так и купол отдельно или в комплекте можно докупить все необходимые отверстия для крепежа предусмотрена кинематика ультимейкер ранее с такой не сталкивался как они пишут и говорят из-за чего у людей формируется отталкивающее представление о надежности и прочих достоинствах больно сложная валы гнутся резонируют появляется эхо на стенках модели по факту же ничего сложного не заметил да валы да их тут много да крутятся во втулках много подшипников в стенках много ремней сложности могут возникнуть разве что при сборке так как данная механика требует в этом точности поэтому для тех кто приобретает кит набор для сборки он комплектуется специальными проставками для ровной установки направляющих а вот по поводу резонирует и появляется эхо чего я так и не заметил здесь так может дело в качестве комплектующих и техпроцессе у и вилол на этот счет особый подход железо проверенных производителей и напрямую от производителей выравнивание направляющих на специальном оборудовании позволяющие избавиться от бедения до трех соток но при этом в перемешку с простым подходом например печатные из педжа каретки что в общем-то проверено временем и ничего у пользователей не трескается однако с установкой пассивной камеры контроль температуры не помешает педж не держит высокую температуру но и для таких особых случаев компания готовится решение со временем появятся фрезерованные алюминиевые детали без каких-либо наворотов и излишних усилителей реализована платформа это можно сказать уже классическая для кубиков приевшаяся надежная консольная система изменений коснулась подогреваемая алюминиевая пластина она стала тоньше и появился со стороны жгута проводки выступ время разогрева до 60 и 100 градусов вы сейчас видите на экране по сравнению с первой версии должно было стать быстрее если владельцы первого есть можете для примера сравнить хотя думаю лишняя минута ничего не решает все та же грелка на 220 вольт стекло 4 миллиметра толщиной на канцелярских прищепках три точки крепления с регулировкой на обычных пружинах и по-русски с барашками и при этом ничего не колбасит во время печати регулировку стола со временем не уводит хотелось было придраться к области печати стола здесь реальная 220 на 230 однако это учтен запас для крепления стекла канцелярскими прищепками и есть небольшое смещение головы подходят и такие китайские зажимы но канцелярскими манипулировать как-то легче перемещается платформа двухзаходным трапециедальным винтом с ходом 2 миллиметра заоборот гайка безлюфтовая из материала пом муфта нарезная винт при достижении платформы почти в максимальной точке не бьет вообще и тут также решает качество деталей и техпроцесс с печатающей головой все тот же мало кем любимый тип подачи bowden linear advance не настроить хотя как заявляет производитель да и мы видели это по факту он не особо тут нужен при больших ускорениях до углы получаются все же немного слизанными но по сравнению с моделями напечатанными с настроенной компенсации экструзии разница невелика стоковое ускорение 3000 миллиметров в секунду в квадрате рывки джаншин deviation 01 слышал о модернизация головы с облегченным директом однако тут к бабке не ходи придется пожертвовать скоростью в голове также есть изменения добавили плату коммутации теперь легче произвести замену всего навесного или демонтировать для обслуживания хотенд с разъемом на нагреватель внимание xt30 на ток с большим запасом в несколько раз если сравнивать с китайцами которые обычно наоборот с модернизацией уходят на экономию в разъемах и обходятся обычным разъемом xh254 как на вентиляторы с таким же как на вентиляторы то в данном же случае это супер надежно плата коммутации изолирована крышкой термобарьер здесь с тефлоновой вставкой трубкой 2 на 4 миллиметра радиатор тот же сер 10 но теперь с термоблоком в сборе от летж имея дело с комплектующими от летж ранее могу сказать что кроме нареканий на оплаты управления остальные запчасти неплохие теперь устанавливаются другие вентиляторы не резонирующие пенгды а высокооборотистые до девяти тысяч оборотов gds time на шарикоподшипниках слышал негатив по поводу того что установлены они вверх ногами и забор воздуха происходит снизу на самом деле если разница где его забирать и будет ли он холоднее и насколько если установлены они всего на один сантиметр от стола при печати пыла этот нагрев от стола вам вообще мизерный а для бс этот вариант наоборот приветствуется если обдув может потребоваться например на мелких моделях а что касается отсутствия детали обдува тут тоже спорный вариант не всегда это полезно при высокой скорости печати узконаправленный поток воздуха может не успевать охладить укладку слоев при печати например тонких стенок тем не менее в сети уже есть варианты обдува от пользователей и будут детали от самого производителя кому это необходимо смогут докупить установить либо же распечатать сами свои стоит отметить что и велоу не так давно устанавливает сопла собственного производства с которыми на качество изготовления иной взгляд в отличие от китайцев фидер все тот же без изменений классический без редукторные но собственно разработанной системой прижима усилие регулируется эксцентриком и винтом для грубой настройки имеется три режима один для смены материала и два рабочих прижимают подшипник с разными усилиями по возрастанию можно выбрать естественно в зависимости от твердости филамента да однако удобно с одной стороны не нужно держать от сжатой лапку вторая рука свободна но нужно привыкать я поначалу несколько раз забывал возвращать прижимную лапу в рабочий режим печать приходилось перед запускать подковку уже установил я но в принципе она здесь не нужна был косячок при работе трубка начинала вот так гулять проблема в том была то что ее при сборке не до конца вниз посадили то есть выкрутил фитинг немножко вниз подал трубку на миллиметр где-то и обратно закрутил и люфты эти пропали во время печати во время ретрактов подача с держалкой катушки расположена на задней стенке 3d принтера не всем это нравится а если сбоку мешается допустим шкаф ну вы меня поняли из минусов боден подачи имеет место быть печать композитами тефлоновая трубка не настолько износостойкая и от шероховатой поверхности прутка будет стачиваться как и зубья на шестерне подачи но я вам покажу пару страниц с ценами это прям если вдруг приспичит печатать композитами либо же как вариант это износостойкая трубка от каприкорн но к сожалению как она будет работать на самом деле и надолго ли ее хватит насколько дольше ее хватит в отличие от обычной трубки данных нет перейдем к самому интересному к электронике понравилось решение с автомобильной гофрой малого диаметра с ней жгуты практически не бросаются в глаза концевики все механические подключены на размыкание при активации а это лучше чем на замыкание если появятся проблемы с контактной группой или электропроводкой парковка не начнется и ничего не сломается пультик очень тихий механики не слышно вообще моторы едва завывают на большой скорости при холостых перемещениях во время печати на фоне работающего обдува все это благодаря шаговым двигателям с низкой индуктивностью на 3.2 миллигенри на сегодняшний день это не самая низкая индуктивность для данного типа моторов но и при таких характеристиках это можно сказать золотая середина для не глухой стальной рамы заглянем в отсек электроники где царит кабель менеджмент на высшем уровне на проводах силиконовой изоляции питает все теперь не ноу-найм а топчик среди источников питания менвелл на 12 вольт 150 ватт с пассивным охлаждением подогрев стола как и отмечал выше на 220 вольт силиконовая грелка управляется твердотельным реле дешевой китайской копии фотек именуемый fq-tech про какие-либо нарекания про них не слышал и сам их ставлю при сборке 3d принтеров все работает единственное с чем я тут не согласен так это с вентилятором 7015 для охлаждения электроники здесь он конечно логично что направлен на плату управления но по сути просто мешает воздух в отсеке в отсеке предусмотрены отверстия для установки на проставках одноплатника разбери пай и основным достоинством в электронике ультистил 2 является разработанная по заказу компании собственная плата управления именуемая черри 3d на базе контроллера ст м32 f405 плата имеет свою закрытую прошивку менять настройки можно конфигурационным файлом имеет отдельные чипы управления драйверами благодаря которым подключение по шине данных не требуется установлены тимси 2208 3 версии от биг 3 тег возможно установка 5 выхода на все вентиляторы управляемые естественно их работа зависит от режима 3d принтера когда печать завершается ультик через некоторое время умолкает вообще и его не слышно поэтому с авто отключением здесь можно пренебречь но выход на то предусмотрен как и возможность подключения датчика уровня стола датчика наличия филамента что как по мне данному принтеру нафиг и не нужно планируется управление по вай-фай собственным интерфейсом интерфейс для модуля уже есть на данный момент и велол продолжать работу над ядром прошивки нацелена она на надежную и стабильную печать с носителей информации кстати использовать можно здесь по выбору либо юсб и флешку либо и sd-карту еще планируется выход версии платы для продажи и тем кому не понравится закрытая стабильная прошивка настраиваемая быстро конфигурационным файлом при желании легко смогут накатить марлин 2 4 дюймовый экран от fisets теперь второй версии с возможностью менять подсветки энкодера и экрана это решили реализовать почему бы и нет подсветка меняет цвета в зависимости от режима работы принтера не сказать что прям полезная фишка ну почему бы и нет довольно простое и интуитивно понятное меню глядя на главный экран можно подумать что это тоже марлин однако здесь вывели все необходимое только есть три пресета при нагревов но если это возможно я бы рекомендовал изменить шаг установки температуры отдельно на нагрев сопла и стола иногда допустим нужно прогреть только сопло и энкодер шагом в один градус крутить просто замучаешься также в меню можно поменять направление управления энкодером то бишь выбор левша правша кому как удобнее изменить цвет подсветки экрана уже добавлено управление подсветкой которая скоро появится как доб очень понравилось что при включении принтера или подключение носителя информации менюшка сразу предлагает выбрать файл на печать ошибки если таковые появятся прокручиваются на русском и ясно с чем проблема есть на данный момент тут разве что не хватает громкого пика зуммера как с прошивкой марлин что еще добавить ошибка что вы видели может появиться при использовании некоторых носителей информации не со всеми носителями может работать плата таковы особенности ПО может быть и железо еще я заметил что пауза и отмена печати срабатывают без задержек со сложными моделями на марлине например такая проблема есть а в некоторых случаях это нужно и это хорошо оно здесь работает лучше потом какая-то своя математика расчета движения используется в это я особо не вникал оно лучше в отличие от марлин а значит тоже хорошо принтер однозначно мне понравился сделан на качество а не на какой-то дополнительный функционал который обычно наоборот может ухудшать работу с 3d принтерами ребята молодцы за некоторое время качество сборки заметно подняли если посмотреть вот ранние обзоры на первую версию то сейчас видно что делается все лучше да с подражанием цены но как без этого мне как пользователю ранее не имеющему дела с вот такими втулками скольжения как-то страшновато было бы сходу покупать такой 3d принтер а так нужно лишь такую механику своевременно смазывать для этого есть комплектации масла которого должно хватать ну минимум на год и я бы рекомендовал для эксплуатации все-таки в пыльных помещениях ультик закрывать в акрил от пыли а так смазывать нужно все им джи направляющие и шариковые подшипники для вот этих вот цилиндрических направляющих колеса даже смазывают чё ж там говорить напоминаю что в описании найдете промокод на 10 процентов благодарю за просмотр оставляйте комментарии задавайте вопросы оценивайте это видео меняйте сопла только на горячую всего вам доброго технари и пока